и слушаем вот это что км не может быть да почему а самое страшное допустим когда приходит вор они могут все забрать но стены оставляют а пожаром даже стены не оставляет он все сжигает и людям и животным негде так дожить понимаете но что хорошего делает огонь есть вот как бы опасное то что он делает а что хорошего он делает свет а еще что он делает ну да ну вот он светит огонь светит еще что делает еще еще он греет допустим когда холодно у костра можно согреться да а знаете если дно просто ночь и света нет то ходят со свечками и если свет перегает то тоже ходят со свечками и с фонариками а знаете а я в моем фильме по булатинам фональщики ходили эти фональщики зажигают фонари ночью чтобы они горели правильно значит огонь может светить может греть и может воспитать вот допустим чтобы что то приготовить вкусное нужно нам это или поджарить да или подогреть на огне холодные невкусные есть больше тепленькое вкусненькое да вот то есть он может питать подогревает пищу светит греет огонь только нужно с ним умело обращаться чтобы он не разбалывался и не превратился в пожар вот я вам покажу сейчас как зажигается зажигается спички с ними нельзя баловаться как правильно их зажигать смотрите спичку нельзя поставить вот так прямо она сломается тогда смотрите видите да и вы тогда не сможете у вас не будет света не будет тепла и вы не сможете поесть если сломаете спичку если одна будет да если вдруг у вас одна спичка вдруг мало вот смотрите вы начнете делать а спичек вдруг мало вы их всех сломаете смотрите как спичку надо брать берете вот так спичку держите ее и делаете под углом и делаете вот такое а подальше чтобы я не обшелся да подальше смотрите быстрое движение такое ай ай и зажигаете я боюсь так и как вот так нельзя он видите так горит обжигает нужно вот так подносить тихонечко свечку раз я хотел вот такую тарелочку и потом пока он вам не обжег ручку нужно запасить его так тихонько вот это мы положим сюда тихонько в тарелочку вот смотрите у нас теперь горит одна свечка а где у нас еще такая свечка длинная давайте смотрите вот у вас теперь каждого есть свечка смотрите вы сейчас что должны сделать вы должны вот у нас будет свечка такая переносная смотрите чтобы свечка стояла не падала огонь не зажег ничего нужно чтобы она стояла твердо низ большой свечки нужно подогреть или спичкой или еще чем-то и поставить вот так стоит теперь тихонечко поджигаем вот мы подожгли молодцы сейчас мы его потушим значит теперь у вас есть у каждого свечка по одному давайте начнем с тебя галя это будет вот твоя свечка поджигай ее поджигай свечку поджигай свечку и ставь к себе поближе поджигай свечку поджигай свечку и ставь к себе поближе опять надо точно попасть не каплю давай пробуй поближе побегай еще надо не сверху а снизу сверху он не загорится видишь надо снизу смотри снизу подержать вот так и когда загорится видишь загорелся молодец теперь ты да я а ты поджигай да молодец теперь кто у нас поджигает надя давайте сейчас огонь ничего он сейчас погорит маленько молодцы теперь таня поджигай у тебя свечка снизу поджечь еще снизу она у тебя не стоит Таня сначала снизу снизу смотрите Таня сначала снизу подогревает огонечек а у меня прикреплено хорошо молодец да у тебя прикреплено хорошо теперь сверху давай сверху она потом будет большой моя сверху и держи ровно около нее держи ровно моя свечка потом будет большая будет держи ровно нет не будет она маленькая видишь погаснет ну добудь огонечек смотри у меня тоже маленькая она просто смотри давай давай смотрите смотрите видите как надо держать долго и вот теперь только наконечек зажжется а ты не подписи а мы подписи а мы подписи давай Полина теперь поджигает давай поджигает смотри будешь поджигать будешь давай дай свечку держи свечку держи такая контрольная вы теперь на метр отойдите от своих свечек подальше вы мне взрослые помогите еще чуть-чуть дальше сейчас мы будем учиться дуть расстояние на свечку на свою только свечку а вы расставьте так пара чтоб они не были ближе смотрите надо собрать воздух собрать воздух я показываю как надо сделать набрать воздух через нос воздух так набрать и потом дунуть а у меня будет запасной огонь который потом подождем готовы готовились начали вот контрольная а для чего запасной раньше когда не было электричества вовсе в стране он зажигал у кого быстро получается подальше отползите так считали подальше полина подальше подальше в в в в в в в нужно чтобы обязательно остался огонь раз она хранительница огня у нас у многих народов были хранители огня и хранительницы огня ну а женщины это вообще хранительницы очага они заботятся чтобы в доме было тепло хорошо всем мы бежим по кругу тихонечко и стараемся не наступить вот сюда в жар здесь как бы огонь внутри видите красная стараемся не наступить и не споткнуться в эти свечки бежим тихонечко под музыку чтоб дом не загорелся да чтоб дом не загорелся не загорелся будьте внимательны очень медленно быстро нет никуда не наступаем вообще не надо перешагивать туда по кругу бежим не надо свечки перешагивать по синий 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 Нужно быть внимательным друг к другу, чтобы не погасить огонек, не обидеть кого-нибудь нечаянно. Еще забыл вам рассказать, что еще есть одно свойство огня, это очищение. Особенно он очищает железо всякое. Если на железо что-то налипло, и вы его засунули в огонь, то огонь его очищает. Раньше были, в древности люди верили, что когда прыгаешь через огонь, огонь очищает тебя. Смотрите, мы сейчас сделаем линию такого огня, чтобы через него были специальные праздники особые. Тогда разрешалось прыгать через огонь. О, нет. Мы прыгаемся. Прыгать будем с одной стороны, отсюда к окну. Вот это будет линия огня, через него можно будет прыгать через огонек. А я не ворючек, а я не ворючек. А я не ворючек. Потихонечку сначала начнем. Да, и обходи. Да, молодцы. Молодцы. Вот, смотрите, яркий пример того невнимания. Ты видишь, что сделал? Ты мог сам сгореть. И могли все, кто у тебя в доме, сгореть. Потому что ты не знаешь правил, как живет огонь. Не умеешь с ним обращаться. Понятно? И так бы могла погибнуть вся твоя семья. Папа, мама, все. Твои животные. Весь дом бы сгорел. Потому что ты неправильно делаешь. Сказано было что? Чтобы прыгать только в одну сторону. Правильно? У меня вообще дома нет животных. Нет животных. И не было бы тогда животных, если бы ты не делал как надо. Дайте мне свечку. Смотрите. Вот мы снова. Но так как это игра, мы можем дело исправить. Правильно? Ага. И ты можешь научиться. Больше так не будешь делать. Да, сталкивался. 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 а 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 теперь давайте получимся огонь переносить и бережно к нему относиться в руках нужно тихонечко сейчас взять подходим аккуратненько берем тарелочку поднимаем а на ладошку снизу берем он но на ладошку снизу берите двумя руками держите крепко вот а пусть берем берем я молодцы И теперь идем тихонечко по кругу. Вот так огонь носили от одного дома к другому. Допустим, огня не хватает в одном доме, он погас. Правильно в доме, в другом. Тихонечко несли. И тихонечко идем, идем. Тихонечко несли. Может, ты поделишься? Давай, Галя, Галя. Спрашивай. Нету. Спасибо.